У меня убедительная просьба, пожалуйста, выключите свой звук, иначе вас слышат все участники конференции. Вам сейчас будет слышно. Как только вебинар начнется, вы все услышите. Пожалуйста, звук микрофончиков своих отключите, пожалуйста. А то вы будете мешать лекторам и другим участникам. Спасибо. Коллеги, 17.00. Я всех приветствую. Сегодняшний вебинар проведем мы с Ириной Викторовной Хитровой. На первом слайде вы как раз можете познакомиться с нами. Меня зовут Зверева Наталья Сергеевна. И мы сегодня вам расскажем, как же подготовить детей к успешной сдаче ОГЭ по английскому языку на максимальный балл. Пока еще остаются ОГЭ, ЕГЭ. Пока еще остаются ЕГЭ, ОГЭ. Совсем недавно мы с вами получили проект ОГЭ 2025 года. Я думаю, что все уже заинтересованы и с ним ознакомились. Напомним вам, что задание ОГЭ, вернее, сам экзамен ОГЭ состоит из нескольких разделов. Раздел 1. Задание по аудированию. Раздел 2. Задание по чтению. Раздел 3. Задание по грамматике и словообразованию. Раздел 4. Это задание по письму. И устная часть, которая состоит из трех заданий. Напомним вам, что это чтение текста вслух. Второе задание – это ответы на вопросы. И третье задание – это монологическое высказывание. Мы с коллегами провели опрос на платформе телеграм-канала «Экзамен Сумилэйта», который показал моменты, которые вызывают наибольшие трудности у учителей при подготовке к экзамену ОГЭ и у учеников, когда они готовятся к экзамену. Таким образом, вы видите, что несколько разделов, выбранные людьми, кто проходил наш опрос, вызывают затруднения. Наталья Сергеевна, позвольте, я вас перебью. Слышно меня? Да. Коллеги, скажите, пожалуйста, если вы не принимали участие в нашем опросе, если вы не состоите в группе «Экзамен Сумилэйта», не могли бы вы в чате написать, какой раздел вызывает у ваших учеников наибольшие трудности из тех, что представлено сейчас на экране? Достаточно просто поставить номер. Раздел 1 – это аудирование. Раздел 2 – чтение. Раздел 3 – грамматика и лексика. Четвертый раздел, как вы помните, письмо. И устная часть задания 1, 2 или 3. Спасибо за ваши ответы. Да, смотрим. Итак, я повторю вопрос. Да, Ирина Викторовна. Посмотрим. Среди коллег, которые пришли сегодня к нам на вебинар, какие разделы представляют наибольшие трудности. Совпадает ли точка зрения коллег, те, кто у нас сегодня в аудитории, с точки зрения тех, кто голосовал вчера в Телеграм-канале. Вы смотрите, устная часть вызывает, да? Устная часть 3. Коллеги, мы сегодня вам подготовили моменты, которые у нас в вопросе показали наибольший процент. Тогда в следующем вебинаре мы вам расскажем, как проще, легче готовить к другим заданиям, которые вызывают затруднения. Потому что я уже вижу, Ирина Викторовна, то, что мы не все моменты отразили в сегодняшней презентации. Но зато сегодняшний опрос нам подскажет, что включить в наш следующий вебинар. Таким образом, мы обещаем, что устная часть задания 3 обязательно будет освещена на нашем следующем вебинаре. Идем дальше? Идем дальше. Коллеги, как вы видите, в нашем опросе задания по грамматике и словообразованию вызывают наибольшее затруднение задания по письму. Ну и говорение вызвало трудности. Здесь мы выделили три задания. В нашем опросе лидировал ответ задания 2. Поэтому мы постарались чуть больше обратить внимание на подготовку к заданию 2. Дальше мы с вами посмотрим и обсудим, что и как лучше сделать. Я думаю, что я не открою Америки, если вам расскажу о формате задания, которые, в общем-то, идентичны в ОГЭ и ЕГЭ, только уровень сложности немножечко отличается. Но давайте мы с вами, тем не менее, пробежимся по основным положениям, которые у нас включены в ОГЭ по английскому языку в заданиях формата грамматического характера. Итак, нам с вами могут встречаться различные части речи, которые необходимо будет трансформировать. Я сейчас говорю не о словообразовании, а именно грамматических моделях. То есть мы с вами можем работать с глаголом, его видовременными формами, существительным и формой множественного числа, числительными, местоимениями. Задание, которое вы видите на экране, взято с официальной версии. Это проект 2025, проект ОГЭ. Посмотрите, пожалуйста, есть ли какие-то моменты, которые требуют особого рассмотрения, когда мы работаем с учениками. Может быть, вы захотите поделиться своими какими-то особенными фишками, так скажем, вещами, которые вы регулярно делаете со своими учениками, для того, чтобы это задание было выполнено вашими учениками на максимально высокий балл и за максимально короткие сроки. Есть ли у вас какой-то алгоритм? Готовы ли вы сейчас поделиться этим алгоритмом с нами? Если да, пожалуйста, дайте знать. Есть ли у нас в чате кто-то? Коллеги, наверное, да, будет удобнее, если вы будете писать в чат, чтобы в эфире не было такой... Шумовой, да, помехи. Коллеги, но если вдруг кто-то захочет высказаться, пожалуйста, в чате напишите, мы обязательно озвучим. Мы пока с вами поделимся тем алгоритмом, которым обычно мы следуем. Если вы что-то захотите добавить, обсудить, мы всегда открыты, вы знаете, для обсуждения. Итак, давайте посмотрим на алгоритм, которым обычно следуем мы, когда преподаем язык и готовим учащихся к ОГЭ. Если мы начинаем с вами с глагола, первое, что мы рекомендуем нашим ученикам, это определить, в каком залоге необходимо поставить в глагол, действительный или страдательный. Очень часто ученики забывают про форму пассивного залога и уверенно выбирают видовременную форму, связанную с активным действием. Тем не менее, очень часто, повторюсь, бывают страдательные формы. Также еще один момент, который необходимо принять во внимание, это ловушка, так называемая, на согласование времен. Очень часто у нас прямая речь, данная в кавычках, сбивает ребят с толку, они считают, что все потом в косвенной речи так же легко и просто, как было внутри кавычек, и они забывают сделать шаг назад и соблюдать правила согласования времен. Поэтому мы всегда напоминаем ученикам, если ты работаешь в разделе грамматика с глагольной формой, пожалуйста, удостоверься в том, что здесь первое, действительный или страдательный залог, второе, работает или не работает правило согласования времен. Давайте посмотрим на пример, который здесь приведен. У нас с вами идет прямая речь, она идет в кавычках, поэтому нет необходимости согласовывать времена, и это не вызовет, как мне кажется, дополнительной трудности у наших учащихся. Идем дальше. Посмотрим на следующую строчку. У нас с вами вынесено слово child, имя существительное. Единственное, что нам необходимо помнить при работе с именами существительными, это то, что их нужно поставить в форму множественного числа. Я думаю, многие коллеги помнят те времена, когда в ЕГЭ, не в ОГЭ, а в ЕГЭ, еще существовала форма иная работы с именем существительным, там был притяжательный падеж. Но впоследствии его убрали, возможно, это было связано с оформлением чисто на бланке, трудно было ставить апостроф. Возможно, из-за иных причин. Тем не менее, сейчас этой формы притяжательного падежа нет у нас ни в ОГЭ, ни в ЕГЭ. Поэтому нам здесь гораздо проще. Мы просто вспоминаем форму множественного числа, при этом особое внимание учащихся мы обращаем на irregular forms, на слова исключения. Да, коллеги, еще обращаю ваше внимание на то, что дети зачастую забывают, добавляется к слову окончание S, либо и S во множественном числе к концу девятого класса. Это мы тоже не оставляем без внимания. Да, и добавлю, спасибо за напоминание, Наталья Сергеевна. Повторяем еще правила орфографических изменений, когда мы меняем с вами Y на I, отслеживаем слова, которые оканчиваются на букву E, когда можно добавлять и нужно добавлять окончание и S, и вспоминаем слова, когда мы просто добавляем S, слова греческого, латинского корня. Имя прилагательное. Здесь необходимо вспомнить степени сравнения прилагательных. Обязательно повторяем исключения, повторяем классические степени сравнения, сравнительную и превосходную. Не забываем обратить внимание наших учащихся на артикль или на наличие в предложении притяжательного местоимения, который артикль заменяет. Очень часто наши дети чисто автоматически пишут превосходную степень с артиклем Z и не смотрят, есть ли он и нужен ли он в самом предложении. Местоимения. Мы рекомендуем заполнять табличку во время обучения и каждый раз повторять с учащимися все возможные формы местоимения. Безусловно, мы начинаем с личной формы, даем ее в объектном падеже, даем притяжательный падеж, вспоминаем абсолютную форму, вспоминаем обычную форму и возвратное местоимение. То есть классика жанра. Мы начинаем, допустим, с местоимения I и ученики уже автоматически должны выводить все возможные формы. I, my, mine, me, myself. То же самое с иными местоимениями происходит. Числительные. Вспоминаем о том, что необходимо определить, количественное нужно числительное или порядковое. Внимательно переносим форму бланк ответа. Так, давайте посмотрим с вами, так, вопрос. Могут ли быть местоимения this, that, this, those? Насколько помню я по сборникам, да, такие варианты возможны. Наталья Сергеевна более опытный специалист, в отличие от меня, в том, что касается УГЭ, я думаю, она может поделиться своим опытом, насколько на реальном экзамене это часто. Коллеги, на самом деле, нужно всегда смотреть официальные документы, кодификатор обязательно, да, мы смотрим, и там все возможные варианты прописаны. Ну, указательное местоимение имеет место быть. Соответственно, может быть форма this, от нее мы образуем the, да, и, соответственно, множественное число the, да. Спасибо большое за уточнение. Хорошо, коллеги, мы с вами вспоминаем словообразовательные элементы, да. Здесь тоже необходимо помнить о том, что есть определенный алгоритм, которому мы рекомендуем следовать. Представленные на слайде задания из проекта, да, посмотрим, как работает алгоритм. Первый шаг, который нам необходимо сделать, это, безусловно, определить, какая часть речи пропущена. Ну, давайте посмотрим. It is one of the most пропущенное слово opera houses in the world. Какая часть речи пропущена? Ну, очевидно, что прилагательная, да. Мы с учениками обязательно вспоминаем всевозможные словообразовательные элементы прилагательного, вспоминаем все суффиксы, вспоминаем префиксы, если это необходимо, если речь идет об отрицательном значении. О нем я, кстати, скажу еще тоже несколько слов позже, потому что это очень важный момент. Вот, значит, повторюсь. Можно тоже вставлю уточнение еще. Для учеников, кому сложнее чуть-чуть, да, дается английский язык, а мы с вами работаем, встречаем таких детишек, кто хочет сдавать, кто прямо горит этим предметом, но, к сожалению, у них не выходит так хорошо, как хотелось бы. И сразу, да, мы здесь можем на что посмотреть с вами. В данном примере у нас стоит еще the most, сравнительная степень, сравнительная степень у какой части речи. То есть мы с детьми всегда проговариваем абсолютно все, что может нам подсказать в предложении о том, какая часть речи у нас пропущена. Спасибо. Так, мы с вами переходим к следующему пункту алгоритма. Об этом я уже сказала несколько ранее. Мы обязательно смотрим, в каком контексте, в каком значении у нас употреблено то слово, которое необходимо вставить. Если там отрицательное значение, вспоминаем всевозможные префиксы и постфиксы, да, которые нам подскажут, что слово употреблено в отрицательном значении. Вспоминаем суффиксы, вспоминаем приставки, да, определяем часть речи. Если это положительный, безусловно, суффикс у нас идет положительного характера. Если отрицательный, то отрицательного, либо добавляем отрицательной приставки. Ну и здесь, забегая вперед, да, Ирина Викторовна, скажем, что мы готовим небольшой, как не подарок, как сказать, небольшую подсказку для коллег. Разработку. Да, разработку. Собираем наиболее употребимые суффиксы и приставки в разделе словообразование и обязательно поделимся с вами в наших социальных сетях. Коллеги, позвольте напомнить вам про письмо. Задание по письму. Это раздел 4. Напоминаем вам, как выглядит задание по письму. Это электронное письмо другу. Вы должны, вы, ваши ученики, должны написать ответ на данное электронное письмо. И всегда написано Remember the rules of email writing. Напоминаем вам, в чем отличие между обычным письмом и электронным письмом. В обычном письме, вспомните, дети должны были указать адрес, дату написания письма сейчас, это указывать не нужно. И все больше и больше учеников Москвы выбирают написать письмо в электронном виде на компьютере. Тем более, у них в программе это все очень удобно устроено. Вы, я думаю, тренируетесь с ними, пишете электронные письма друг другу, если можно это так сказать. Вот. Для отработки навыка именно печатать на компьютере. Коллеги, какие мы вам предлагаем использовать упражнения на то, чтобы обучать написание письмо, электронного письма другу? Данное упражнение, вы видите, на то, чтобы дети запомнили части письма. Напоминаю вам, что письмо состоит обязательно из обращения, благодарности и или выражения положительных эмоций, а также это может быть как благодарность, так и положительные эмоции в одном абзаце. Далее, ответы на вопросы друга. Следующая у нас надежда должна идти, завершающая фраза и попись. Ну, вот так мы путаем, да, в разном порядке предлагаем детям части письма. Можно как вот то, что мы на русском части письма с ними сделали, да, их поменять местами, чтобы они сделали, расставили в нужном порядке. Или же можно наоборот, в письме перепутать эти части письма и затем, чтобы они его расставили по порядку. То есть варианты работы с письмом есть, можно работать, да, это можно как раз-таки знакомить детей с электронным письмом для лучшего запоминания последовательности, что, зачем следует. Наталья Сливина, вопрос в чате. Почему в письме не является обязательным реагировать на информацию, которую дает в своем письме англоязычный друг. Коллеги, на вопрос почему, наверное, здесь мы не дадим ответ вам тот, который вы хотите услышать. Есть определенные нормы, нормы вежливости, нормы написания писем, ссылка. У нас должны быть обязательно переходы от абзаца к абзацу. С вашего позволения я вернусь. Сейчас на слайд. Там еще один вопрос. Сейчас, секунду, секунду. Коллеги, у нас, видите, здесь есть так называемый логический мостик. Он должен быть. Как он будет? Ссылается ли на вопросы другу, друга по переписке, ученик или не ссылается. Главное, что есть логический переход при ответах на вопросы. Я надеюсь, что я смогла. Надо ли уточнять? Вот еще, да, момент, надо ли уточнять, о чем эти several questions. Я думаю, что Наталья Сергеевна как раз сейчас дала ответ. Да, это важно наличие мостика. Можно уточнить. Коллеги, у нас в письме стимули, ну тоже, наверное, это такое мое наблюдение, наблюдение моих коллег, всегда есть сабчик. И этот сабчик бывает спасает тех детей, кто вот, ну не жить, не быть, хочет указать, какие вопросы задает друг по переписке. И здесь единственное, что, с чем нужно быть осторожными, это с артиклями. то есть у нас в предмете, да, то, о чем письмо, тема письма, простите, не фигурируют артикли, если вы замечали. Поэтому, если ученик пользуется данной табличкой и берет себе, например, you asked me about housework, здесь окей, да, но смотрите, чтобы моменты были с артиклем тоже проработаны. Где-то должен появиться артикль. Бывает, встречаются такие письма, где необходим артикль в теме письма, ну, собственно, когда мы его уже помещаем в предложение, вот этот логический мостик. Еще что-то я пропустила, Ирина Викторовна? Нет, все ответили, спасибо большое. А, еще есть один момент. Subject не всегда логичен с первым вопросом. Как быть? Вот вы знаете, я здесь солидарна абсолютно с коллегой? Не всегда абсолютно точно. Соответственно, в таком случае вы говорите ученикам всегда, ну, перечитывать все три вопроса и понимать, но если он у нас с вами сочетается с каким-то из вопросов, оно все равно будет нормально здесь звучать, на мой взгляд. Опять же, мой взгляд может быть субъективным, согласитесь, коллеги, мы сами с вами всегда читаем и в чем-то мы соглашаемся, а в чем-то мы не согласны. Поэтому здесь дать какой-то универсальный совет я, к сожалению, не могу. Я могу сказать, что так можно, так можно и так можно. Поэтому здесь только по ситуации, вы только смотрите на логичность. Опять же, повторюсь, что я на артикле тоже обратила внимание. И не всегда дети сразу улавливают, что в предложении здесь в этом случае необходим артикль. Если может выразить грамотно и уложить в объем по количеству слов, то пусть пишет. Вот здесь то есть личное желание ученика. Не обязательно, да, это личное желание ученика. Главное, чтобы было грамотно и главное, чтобы был этот мостик логический, этот переход при ответе на вопросы. Коллеги, дальше мы с вами поделимся нашими пособиями, посмотрите, возможно, у ваших коллег есть. Вот в пособии по письменной речи, Ирина Викторовна о нем вам расскажет, там ЕГЭ единственное, да, у нас есть... У меня слайды не двигаются, Наталья Сергеевна, у меня последний слайд, полезное упражнение. Да, Ирина Викторовна вам расскажет, но я еще не дошла до тех. Далее, что мы еще советуем, как мы еще советуем готовить к написанию электронного письма. Мы даем детям такую табличку, приветствие, благодарность за письмо, да, опять же, текст, части письма, полезное выражение и фразы, выражение радости по поводу получения письма, ссылка на будущее контакт и завершающая фраза. И далее мы предлагаем распределить написанные нами фразы по вот этой таблице. Ну, вот посмотрите сами, например, dear team, куда мы можем отнести? Конечно же, это приветствие. Обратите внимание, hello team, я думаю, дети тоже справятся. Hi, 15 номер тоже у нас относится к приветствию. Коллеги, здесь как пример будут лишние, да, которые не нужно использовать. Мы с детьми обсуждаем обязательно, что мы не используем, а почему мы это не используем. Как приветствие, например. по письму у нас все, коллеги, если еще будут вопросы, в конце можем ответить. По устной части, ОГЭ, устная часть, напоминаем еще раз, содержит три задания, и сегодня мы с вами посмотрим более подробно, как готовить к заданию два, так как задание два показало больший процент того, что детям сложно или готовить детей сложно к ответам на вопрос. Итак, участник ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по определенной теме и ответить на шесть заданных вопросов. коллеги, здесь, конечно, тейп скрип, да, у нас это, опять же, проект 2025 года ОГЭ, вопросы стандартные, вопросы мы, конечно же, все с вами видели на ФИПИ, разные вопросы вызывают разные затруднения у детей, и здесь мы постарались показать вам стратегию выполнения данного задания. Итак, необходимо обязательно любое задание внимательно прочитать текст задания про себя, обращая внимание на условия. Количество вопросов шесть, время, отведенное на ответ сорок секунд. Второе, обязательно давать полные точные ответы на заданные вопросы при необходимости использовать аргументацию и выражать свое отношение к предмету речи. Чуть дальше подробнее объясню, что это такое. Третье, использовать лексические единицы и грамматические структуры в соответствующей коммуникативной задаче. Итак, алгоритм то, что мы предлагаем. Итак, первое, определяем время, в котором задан вопрос и даем ответ в том же времени. Это проще всего для ребенка, да, то есть использовать грамматические структуры вопроса, которые они услышали в самом вопросе. Если присутствует модальный глагол, то этот глагол употребляем в ответе обязательно. Я своих учеников всегда учу. Если сказали, спросили «what would you recommend», значит «I would recommend», «what can you», «I can», и так далее, да, это 50% успеха обеспечено. Если в вопросе есть уточнение «почему», это как раз тот пункт, который я собиралась прокомментировать, есть уточнение «почему», то обязательно поясняем, почему мы даем такой ответ, что это значит. Например, нравится ли тебе заниматься спортом and why. И дальше why человек должен пояснить, почему. Конечно же, излюбленные ответы детей because it is interesting, because it is beautiful. Окей, главное, чтобы они дали пояснение. И последний пункт, которым мы рекомендуем придерживаться, это если в вопросе спрашивают мнение, то при ответе употребляем конструкции I think, I believe, I suppose и так далее, в зависимости от того, какой словарный запас у конкретного ребенка, ученика. Коллеги, очень часто при подготовке детей к ОГЭ я слышу, что дети дают, например, несколько предложений в ответе на один вопрос. Здесь сразу скажу, оговорюсь, пока, во всяком случае, такого требования не было, это только ЕГЭ, что нужно несколько предложений. в ОГЭ необходимо дать полный ответ, который содержит подвижащие сказуемые на вопрос. Очень сложно детям бывает подобрать ответ из двух предложений на вопрос how old are you, а данные вопросы содержатся в ОГЭ, как вы знаете. Соответственно, они должны ответить не 15, а I am 15, чтобы ответ был защитным. По данному разделу есть ли еще вопросы коллеги? Наталья Сергеевна, коллеги уточняют, будет ли запись и презентация, но насколько я вижу, запись идет, запись включена, а презентация мы всегда делимся. Ирина Викторовна, расскажите дальше более подробно, где мы можем еще вернуться. Коллеги, скажите, пожалуйста, могу ли я попросить поднять руки тех, тут есть у вас значок на панели инструментов, тех, кто пользовался нашим тренажером examsimulator.ru либо в чате плюсик написать. Так, вот вижу уже, есть ручки. Пользовались ли вы? Пошли, пошли, плюсики. Ой, даже несколько плюсов, спасибо, приятно видеть. Да, коллеги, действительно, это тренажер, который на данный момент единственный, получивший сертификацию, прошедший сертификацию ФИПИ, то есть эти варианты признаны действительно соответствующими формату экзамена. И на данном тренажере у нас с вами на данный момент порядка 80 вариантов, 40 ОГЭ и 40 ЕГЭ. 10 вариантов находятся во всеобщем доступе. Я думаю, что, Наталья Сергеевна, я традиционно, что называется, открою небольшой секрет, в преддверии дня учителя, коллеги, мы собираемся загрузить 10 новых вариантов в бесплатном доступе. Так что, пожалуйста, следите за новостями в наших социальных сетях, скоро список бесплатных вариантов будет пополнен. Вот, а платные варианты вы можете уже, соответственно, по подписке. Ну, это как бы сразу предваряя ваши вопросы, платно, бесплатно. Супер тренажер для ОГЭ и ЕГЭ. Спасибо. Каталья Сергеевна, какое слово? Каталья Ирина Викторовна, да, читайте чат, как раз-таки люди пишут, да, эмоции. Мы надеемся, что он супер. Мы действительно, ой, извините, приложили много усилий и прилагаем много усилий. Единственное, коллеги, что еще хочется отметить, что у нас есть опция, платная опция, проверка аудиозаписи ответов. В прошлом году мы ее запустили и вот надеемся, что, возможно, кому-то будет интересно эта опция. Коллеги, здесь обращаем ваше внимание на то, как выглядит как раз-таки задание 2, так как мы сегодня говорим о задании 2 из устной части. Будет прямая ссылка, вы когда получите презентацию, вы сможете перейти, но здесь мы вам сделали скрин с экрана, дается ребенку время на подготовку, затем идет запись ответа. Коллеги, записи ответа хранятся, именно поэтому мы просим каждого пользователя пройти процедуру регистрации. и данные записи ответов могут быть отправлены учителю как ссылкой, так и ссылкой на сайт и через WhatsApp, Telegram, то есть через мессенджеры. Плюс ребенок может проходить сам экзамен целиком, первое, второе, третье задания, или же выбрать, например, сложно идут ответы на вопросы, и тренироваться именно по ним только второе задание. Вариант 1, второе задание, вариант 2, второе задание, и так далее. На наш взгляд, коллеги, это очень удобно, ну и лишняя подготовка для устной части, это никогда не повредит. Ирина Викторовна. Коллеги, мы начнем, если позволите, с пособий по УГЭ, эти пособия с авторствия Натальи Сергеевны и моем. Посмотрите, пожалуйста, это тренажер вкусной части УГЭ, он содержит несколько вариантов в формате УГЭ и также включает в себя ряд упражнений, которые готовят учащихся к выполнению данной задачи, к сдаче государственного экзамена. Я думаю, что Наталья Сергеевна может поделиться опытом по использованию данного пособия, потому что я, к сожалению, в школе не работаю, моя епархия в ВУЗ либо старшие классы факультета в высокой подготовке, но насколько я наслышана и опять же могу поделиться фрагментарно личным опытом, моя дочь готовилась в прошлом году по одному из этих пособий, девятый класс завершила, закончила, получила красный аттестат УГЭ сдана отлично. Спасибо, Наталья Сергеевна, для качественных пособий. Коллеги, в данных пособиях у нас собраны упражнения на отработку лексических единиц, также упражнения на грамматические моменты, чтобы повторить. У нас это не в формате экзамена, вот именно так, как показывала Ирина Викторовна, когда рассказывала о грамматике и словообразовании, но тем не менее грамматические структуры мы там с детьми прорабатываем, мы вспоминаем те или иные правила, грамматику, лексику. Справочник, да, Наталья Сергеевна? Где-то изучаем. Грамматический справочник, где мы постарались собрать грамматические, ну, такие, как сказать, правила, которые наиболее часто встречаются в экзамене ОГЭ, и у нас там собрано в приложении примеры ответов, и Ирина Викторовна. И писать неправильных глаголов. Писать неправильных глаголов, фразовые, да, глаголы. Фразовые. Приложение все Наталья Сергеевна озвучила. Да. Коллеги, я, как всегда, с вопроса, кто знаком с пособием, которое расположено с левой стороны 24-го года? Это уже экзамен государственный экзамен ЕГЭ. Да. Есть такие, кто работал по нему? Так, есть, да? Спасибо большое. Коллеги, я хочу поподробнее рассказать про версию, которая выйдет у нас в 25-м году. Вы видите, что у нас пометочка стоит полностью соответствует актуальному формату ЕГЭ. Я думаю, что не будет лишним даже на вебинаре, посвященном сдаче ОГЭ, сказать пару слов о ЕГЭ, и возражений с вашей стороны не будет. Значит, вы помните, что в этом году в демо-версию были внесены незначительные изменения, в частности, были внесены вправки в инструкцию к выполнению задания 38. Так вот, в пособие, которое вы видите на экране, про которое я сейчас расскажу, уже это возможно. Купить только в издательстве можно? Вы знаете, нет. Насколько я знаю, мы вчера общались с Алексеем Васильевичем Конобеевым, который представляет данные издательства. Он сказал, что книга уже вышла из типографии, и она сегодня-завтра появится на прилавках. Традиционно наши пособия можно приобрести на Валбере, Сазоне, Читай, Город, Молодая Гвардия на Полянке, то есть достаточно широкий спектр магазинов и интернет-ресурсов, где вы можете наши пособия приобрести. Я, если позволите, немножко пройдусь по содержанию нового пособия и расскажу, что там будет. Значит, смотрите, начинаем мы с вами главу первую, посвящена она выполнению задания 37, это электронное письмо личного характера. Мы проводим анализ работ учащих, сериальных работ, комментируем их с позиции корректности выполнения в соответствии с требованиями Федерального института педагогических измерений, говорим о том, какие ошибки допущены, затем даем рекомендации по оформлению и по содержанию электронного письма личного характера, следом идет блок упражнений для подготовки к выполнению 37 и глава завершается чек-листом по выполнению задания 37. Это так называемые 10 правильных шагов, которые нужно сделать, чтобы задание 37 получило максимальный балл. Вторая глава посвящена заданию 38, это письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы и диаграммы, там также идет сначала анализ работ учащихся с подробным комментированием, с чек-листами, затем идет список рекомендаций по выполнению и задание 38 у нас уже представлено несколько шире, нежели задание 37. В 37, напомню, у нас было 10 шагов, 10 видов упражнений, а когда мы говорим о выполнении задания 38, у нас уже 20 шагов к успешному выполнению задания 38 и мы их предлагаем сделать вместе с авторами учебника и вместе с вашими учащимися. Значит, упражнения делятся на различные блоки. Есть блоки, которые посвящены логичности изложения, есть блоки, которые нацелены на формирование навыка употребления средств логической связи, есть блоки, которые посвящены отдельно взятым параграфам от первого до пятого, прям пошагово мы рассматриваем, как писать тот или иной абзац, тот или иной параграф, по-английски параграф, там мне привычнее, если честно, мы также уделяем внимание тому, как выражать числовые значения разными способами, чтобы наши учащиеся комфортно себя чувствовали во время экзамена и описывали данные, которые представлены в таблице или в диаграмме, тоже с легкостью. Также чек-лист заданию 38 мы прилагаем, тоже пошагово ребята могут отмечать галочки или крестики и понимать, насколько они приблизились к максимально качественному выполнению данного задания. И отдельная, самая объемная, пожалуй, глава третья содержит 30 тестов. 30 тестов задания 37, 30 тестов 38.1 и 30 тестов 38.2. То есть 90 хороших, полноценных у вас заданий в тестовой части. В приложении в этом году по просьбам наших подписчиков, которые были выражены в экзамен семью Лейта и на вебинарах и встречах с нами, мы сделали в приложении не только ключик к упражнениям, но мы и включили примеры, так скажем, корректных, правильных ответов на письма и на эссе. Постарались сделать язык разнообразным, чтобы ваши учащиеся могли найти для себя наиболее интересные и наиболее подходящие для них фразы, которые они могут взять в качестве вооружения и использовать как опорную схему, не шаблон, а именно опорную схему при выполнении заданий 37 и 38. Вот это вкратце про письмо. Ирина Викторовна, здесь как раз в чате письмо. Добрый день, у меня есть пособие 2024. Подскажите, есть ли отличия в пособии этого года? Спасибо. Коллеги, конечно же, отличия есть. У нас прежде всего появились в прошлом году, как раз таки уже после выхода нашего пособия в тираж, opinion pool question. В этом году мы доработали наше пособие, плюс, Ирина Викторовна, формулировка, да, у нас поменялась? Мы поменяли формулировки, коллеги, и мы заменили часть заданий. В частности, диаграммы круговые поменяли на другой формат, потому что, вы знаете, стали отслеживать, показалось, что, ну, немножечко скучно, когда всё время у нас ребята выбирают из каких-то опций по принципу how или why или вот. Мы постарались внести разнообразие в этом году, поэтому очень многие задания претерпели серьёзные изменения. Книга действительно отличается от книги прошлого года. Устная часть, да? Здесь авторы Хитрова и Нечпуренко Татьяна Леонидовна. Я знаю. Я хочу, да, спасибо большое сразу за новый слайд. Я хочу остановиться подробно абсолютно на новом пособии. Вот его уже вчера была возможность подержать в руках. Оно уже сошло с конвейера. Оно уже, я думаю, сегодня-завтра поступит в продажу. Ага, спасибо большое. Да, вот сразу ссылочку дали. Коллеги, я хочу рассказать вам про пособие 2025 года. Значит, оно содержит 15 тестов. Тесты сделаны в формате экзамена. И мы, чтобы соответствие кодификатору было более очевидным и чтобы помочь ребятам вспомнить необходимую лексику, таким образом мы перекинули мостик к нашим пособиям 2024 года, мы при каждом задании, перед каждым заданием уточнили тему кодификатора, на которую сделано то или иное задание. То есть, если ребенок испытывает трудности при выполнении того или иного задания, он может открыть наше предыдущее пособие 2024 года, которое содержит в себе тематический вокабуляр, различные лексические упражнения и посмотреть, какие слова он мог бы использовать. Но в этом пособии есть и абсолютные новинки, то, чего у нас не было раньше. Во-первых, мы включили для каждого варианта possible answers. То есть, если у нас 15 вариантов заданий, то у нас и полноценные 15 вариантов ответов. Надеемся, что вашим ученикам это будет полезно. Также там есть указания по поводу методических рекомендаций и правила чтения, и правила, как оформлять свое высказывание. И ссылка идет, наверное, не на критерии, больше, а на формат высказывания, какие элементы необходимо учесть. Я очень надеюсь, что это пособие тоже найдет место на ваших книжных полках, и вы будете этим с удовольствием пользоваться. Судя по тому, что я вижу досылочку на онлайн-ресурс, у нас издательство Титул это сделает и в электронном виде. Коллеги, вот здесь хочу сразу предвосхитить ваши вопросы, потому что я помню ситуацию в прошлом году, когда некоторые коллеги посчитали, что онлайн-ресурс предполагает, что вам кидают документ в PDF, вы его скачиваете, благополучно размножаете среди своих сотрудников, коллег, друзей, учеников, и все благополучно пользуются этим. Нет, это не совсем так. Онлайн-ресурс издательства предполагает, что у вас есть доступ к этому онлайн-пособию, и вы в течение ограниченного периода времени, если я не ошибаюсь, это год, может быть, Любовь Фикторовна меня поправит, представитель издательства Титул, вы имеете доступ к этим пособиям, вы можете их выводить на экран, что очень удобно с моей точки зрения во время проведения онлайн-занятий с учениками, но скачать пособия вы не можете. Да, Ирина Викторовна, абсолютно верно, доступ к пособию дают только на 12 месяцев, поэтому пользоваться им можно в течение 12 месяцев. Фактически вы получаете за деньги гораздо меньше, чем печатное издание, вы получаете подписку, так и называется, подписка на онлайн-ресурс на 12 месяцев. Поэтому, коллеги, у нас часто возникают такие вопросы. Спасибо, Ирина Викторовна, что вы остановились на этом. Коллеги, мы благодарим вас за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы, если таковые еще остались. бумажные пособия можно купить. Да, Наталья Северна, прошу прощения. Да, бумажные пособия тоже есть в магазинах. Где презентации, спрашивает Надежда Некрасова. Сейчас презентацию выложим в чат, коллеги. Сейчас, буквально минуточку, сейчас презентация появится в чате, вы сможете все скачать. И, коллеги, мы разместим данную презентацию на нашем телеграм-канале и у нас на страничке ВК. Просим вас присоединяться. Спасибо большое, коллеги, что пришли. Спасибо за уделенное время. Всегда рады вас видеть. До новых встреч в эфире и ждем подарков на День Учителя. Ссылку ВК, коллеги, скидаю ссылку ВК. Коллеги, презентация есть в чате, вы можете, я сейчас еще раз ее сброшу, вы сможете скачать. Ирина Викторовна, у вас есть ссылка ВК? Ссылка ВК, сейчас попробую найти. Да, потому что... Две секундочки дайте мне, пожалуйста. Все, нашла. А на телеграм-канал дали? Нашла. Нашла ВК, кидаю сейчас. Спасибо большое. Надеюсь, работает. коллеги, а можно я все-таки воспользуюсь случаем? Я еще раз вижу мою любимую Юлию Попову, Юлю Павловну. Юль Павловна, вы меня слышите? Включите, пожалуйста, микрофон. Наверное, нельзя, наверное, выключают, да, все микрофоны? Нет, нет, включить можно. Я отключаю, я просто во время вашей лекции отключала, а сейчас можно все, пожалуйста. не включает. Я хочу еще раз выразить, самое искреннее, передать слова благодарности учителю моей дочери Юлии Павловны Поповой, которая учила ее с начальной школы, которая вывела ее, но, к сожалению, мы поменяли школу, расстались два года назад, но я безумно счастлива видеть ее сегодня на нашем вебинаре. Ну вот, наверное, на этой красивой ноте мы с вами завершим сегодняшнюю встречу. Коллеги, спасибо, что вы нашли время, были сегодня с нами, ждем новых встреч. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо большое, Ирина Викторовна, спасибо большое, Наталья Сергеевна, замечательный вебинар, спасибо, мы надеемся на дальнейшие встречи. Спасибо, всего доброго. До новых встреч, до свидания. Продолжение следует...